Полпред, естественно, в курсе того, что брянская промышленность успешно проходит этап посткризисного восстановительного роста. Областное сельское хозяйство выдало почти 20-процентную прибавку. Глава региона проинформировал, что собрано полмиллиона тонн зерновых, впервые за последние годы миллион тонн картофеля. Удалось во всех категориях хозяйства не только сохранить, но и прирастить поголовье крупного рогатого скота, а также свиней и птицы. Зашел разговор и о реализации двух крупнейших сельскохозяйственных инвестпроектов. Николай Денин проинформировал, что брянская мясная компания, учрежденная агрохолдингом Мираторг, уже завезла из Австралии на Брянщину почти 6 тысяч племенных мясных телок. До конца года планируется завоз еще 18 тысяч голов. Начал строительство свинокомплекса на 300 тысяч голов в год и брянский мясоперерабатывающий комбинат. Что касается организации зимнего топительного сезона, губернатор проинформировал, что в области работают все котельные. Реакция на поступающие от населения жалобы и нарекания максимально оперативная. Не могли президентский представитель в ЦФО и губернатор обойти тему учительских зарплат. Сейчас она подросла до 11 тысяч 400 рублей. Николай Денин заверил, что в следующем году средняя зарплата учителей будет доведена до средней по экономике. Губернатор напомнил также о реализуемых на Брянщине мерах социальной поддержки педработников. Начинающим педагогам выплачивается единовременное пособие до пяти окладов. Педагогам полностью возмещаются коммунальные затраты. Тем, кто проживает в общежитии, компенсируется оплата за проживание. Выплачивается к отпуску по 2 тысячи рублей. Почти во всех муниципалитетах оплачивается проезд к месту работы. Не смогли собеседники не коснуться и хода модернизации брянского здравоохранения. На этой области выделена небывалая сумма – 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Для Брянщины наиболее актуальным направлением модернизации является капитальный ремонт лечебных учреждений. Для многих из них он будет равносилен спасению.